Следующий доклад на дорезах. Фотоядерные реакции, индуцированные фентосекундным лазером. Федерического факультета НГУ, кафедра волновых процессов, ФИАНа, это все представители из физики плазмы и нашей лаборатории фотоядерных реакций, институты лазерных исследований. Поскольку тема междисциплинарная и довольно-таки новая для ядерного сообщества, мне придется, наверное, сделать некоторое введение, чтобы понять, о чем тут идет речь. Вообще, начало нелинейным эффектом изучением положил немецкий профессор Дель Брюк 50 лет тому назад, когда он изучал рассеяние света на Кулоновском поле гидра. Был установлено и теоретически, и экспериментально, что за счет спонтанной поляризации вакуума возникают электрон-позитронные пары, на которых и происходит рассеяние. Потом процессы такого типа изучались в различных проявлениях. Вот расщепление фотонов или кулоновской диссертации релективических ядер ускоренных, казалось бы, совершенно разные вещи, но их все объединяет одно общее. Это наличие очень сильных электрических и магнитных полей в области взаимодействия. Значит, сюда, вот теперь мы относим и фотоэлектроделение, например, самых тяжелых ядер актинидов, которое тоже продемонстрировало некоторые физические эффекты в этом направлении. Значит, все вот эти перечисленные явления, они уже дали некоторый выход довольно нетривиальных эффектов. Например, в явлении было обнаружено отличие от универсальной кривой, там, превышение сечения в сравнении с классическими представлениями. И все это происходит при больших значениях параметра Zα, вначале постоянной тонкой структуры, который характерен для всех электромагнитных ядерных процессов. В принципе, такие поля можно создавать разными способами. В наиболее сильных, вот, в лабораторных условиях, в случае получается, как при использовании лазеров, фемтосекундной длительности, импульсных, так и при рождении, значит, вот, релятивистских ионов. Ну, известно, что поле, Куловское поле, например, для водорода, это 10-9, если мы берем уран, то он за счет большого заряда может увеличить до 10-11, но, несмотря на маленький эффективистский фактор, вот, в современных пучков, там, порядка десятки, можно получить 10-12. Так вот, такая же напряженность поля сейчас достижима на лазерных установках. И типичные параметры, значит, вот, используя на лазерах, они здесь показаны. 10-15 – это длительность импульса, длина волнового пакета вставляет 10 микрон, в то время как, вот, такой вот энергии, сама длина волны порядка микрона. Это стандартный случай. Ну, и надо, чтобы это было все сфокусировано на очень малую площадь, размером, порядка, там, или диаметром, хочу сказать, нескольких микрон, тогда достигаются вот такие значения мощности. Есть такое вот общее качество, как высокая напряженность поля. На примере, как у Кулоновской дистанции. Поля-то здесь очень большие возникают, но время обмена, так сказать, этим кваммом, виртуальным, очень короткое. Это условие, так сказать, фотоядерное, оно работает, справедливо. В случае лазера... Да, ну, значит, особенность, еще скажу, вот таких, значит, процессов по действиям релятивных хионов является то, что от обычной диаграммы лишь один единственный фотон виртуальный, который передается в ядру объекта, здесь, так сказать, равная вероятность, иногда тут больше возникает в процессах с многофотонной передачей. В этом стоит суть, собственно, нелинейных эффектов. Ну, а сейчас им можно дать еще и другое название, это, так сказать, вот физика сильных полей. Ну, слово сильное здесь, я понимаю, звучит несерьезно, потому что это электромагнитное поле. И сейчас, так сказать, в литературе стали больше термины релятивистское электромагнитное поле, когда электрон ускоряется до, например, значительно превышающих его массу. Вот, ну, и один из эффектов, например, к чему мы тоже обратили на это внимание, что в таких вот явлениях могут наблюдаться такие вот характерные взрывы ядра, с распадом вообще на отдельный наклон, чего фотоядерная реакция, конечно, не наблюдалось. Сейчас в этой теме более пристальный и детальный интерес появляется. Но, поскольку мы влезаем в область, так сказать, атомной физики, физики плазмы, то работая вот с такой коллапарацией, сейчас приходится иногда отставить свою фотоядерную точку зрения даже на терминологию. Например, вот у наших соавторов, так сказать, всегда подчеркивается, что энергия, которая передается атому, плотность энергии, она настолько велика, что превышает даже энергии связи муклона. Но здесь мы сравниваем совершенно разные понятия. Значит, прямое возбуждение ядра, как я скажу дальше, лазерным полем, на сегодняшний день представляется, в принципе, невозможно, если не говорить только об очень низких возбуждениях, когда электроны вырываются с орбиты, но даже урана, так сказать, артистическая оболочка, там, не превышает 100 кВт. И вот спутить атом непосредственно полем лазера, каким бы сильным оно ни было, так сказать, вот, по-видимому, не представляется возможным. То же самое касается температуры лазера, которая возникает по действиям лазера. Значит, вы увидите, что энергия частиц, которая достигается по действиям ускорения в таком поле, может достигать, и сейчас, реально получено в эксперименте, очень больших значений, там, до ГЭО в электронах. Но это же не значит, что эта температура соответствует, так сказать, вот так, равновесному состоянию этой плазмы. Ну, на Солнце, скажем, примерно, температура всего 10 кВт, средняя. А здесь мы имеем очень неравновесную плазму, которая может быть, несмотря на большую энергию, достаточно холодной. Ну, для примера, можно сказать, что, например, кучки, известные ускорители релятивистских ионов, они же охлаждаются специально до очень низкой температуры. Энергия может быть очень большая. Ну, это я проявил только примеры для того, чтобы показать, что тема действительно новая, и сейчас, да, германология мне еще только устанавливается. вот, но, так сказать, вот, все механизмы, так сказать, атомные, плазменные, они сейчас достаточно хорошо изучены, и, так сказать, мы их тоже сейчас изучаем. Разделяют две области, так сказать, вот по энергии, передаваемые лазером в мишени, значит, средних интенсивностей, это 10-17 ниже ватт в сантиметр квадратный, когда можно получать, вот здесь при разных условиях, значит, спектр электронов из мишени. И высокие, но не буду останавливаться вообще на деталях, и высоких интенсивностей, для которых самый характерный является механизм, так называемого, гильватерного ускорения. Гильватер. Здесь важным моментом является то, что лазерный импульс, он формируется из основного, и, так называемого, предимпульса, ведомого и ведущего. Первый создает большое поле за счет того, что электроны разлетаются, этим полем ускоряются, и оставшимся вот этим потенциалом, ягодом, можно получить очень большой градиент ускорения. Но это уже давно было, так сказать, известно, эта картинка вообще из учебников. Вот там, где приводятся такие данные, что при достижимой плотности пладмы или при обычных условиях, которые сейчас характерны, можно получать темп ускорения порядка 100 гф на метр. Ну, сами понимаете, для фотоядерщиков это звучит очень основательно, потому что наши ускорители, так сказать, на много порядков уступают этому значению. Вот. Ну, теоретически сейчас вот те работы, которые появляются на тему изучения механизмов уже возблюдения ядерных реакций, они пока еще вызывают очень много вопросов, даже в терминологии, о которой я говорил. значит, не буду я об этом говорить. Хотелось бы, чтобы вот эти процессы были описаны с точки зрения известных нам, так сказать, представлений. Но мы всегда пользуемся тем, что приращение электрона возникает виртуальный фотон, причем с плоской, так сказать, волной, с бесконечными границами, в которых прежде всего определяется энергией и мультипольностью взаимодействия. Значит, пока еще вот в попытках речи описать это дело мультипольность даже вообще часто не учитывается, что, конечно, вызывает слишком много вопросов при санкции данных. Хотелось бы, чтобы эта проблема была, ну, по крайней мере, на хорошем уровне решена. Сейчас, поле менее, непонятно, что это может быть сделано, но, к сожалению, до сих пор не реализовано. Ну, вот на этом результаты получены совместно значит, вот с физическим факультетом МГУ на фентосекундном лазере. Вот ядерного эксперимента первые задачи, которые мы решили, это измерили аккуратно спектры потонов, которые получаются при облучении таким лазером различные типы мишеней. Там были свинцовые, железные и прочее. Значит, вот приготовлен Дельта-Е Е-детектор стандартный и основная проблема была в том, что множество фотонов оказалось слишком велика для их надежной и такой нормальной регистрации. Было очень много наложений. Поэтому в первых экспериментах так сказать, вот энергетические спектры фотонов, которые здесь находились у нас тут выходили примерно до 5МФ, но после соответствующих работ была сделана более совершенная установка. Вот, и эти спектры можно считать в настоящее время измеренными достаточно надежными. Я расскажу в нескольких картинок. Более подробно эти результаты будут показаны где-то в секции очень мульти-параметрический характер. Вот этот спектр зависит не только от энергии и от длительности импульса, но в том числе и очень существенно зависит от того, как струнируется его временная структура. Как сделан предимпульс, как сделан основной импульс. Как сделана фокусировка на очереди это систематизация всех полученных результатов и переход от диагностики по фотонам и диагностики по электронам. Это нужно для того, чтобы иметь возможность растянуть в каждом импульсе пучка спектр по какому-то диапазону чего на фотонах сделать нельзя, потому что энергия там очень высока, никакие дефектурные энергии использоваться не могут, а электрон можно легко растащить магнитом и тем и проводить и проводить диагностику в каждом импульсе пучка, что сейчас является первой очередной задачей. Говорить об этом можно, конечно, долго, значит, хочется еще успеть сказать о том, а зачем все-таки все это надо. Применений такой установки, такой лазер, очень много. Сейчас есть и нейтронные источники, естественно, плазма, ядерные реакции, и все такое. Для нашей лаборатории наиболее интересным оказался выбор, связанный с созданием кокеренных пучков, типа тех, которые получаются на больших синхротронах, поскольку мы тоже давно и успешно занимаемся этой задачей. К сожалению, не наша работа американская, она показывает, что в определенных условиях можно создать кокерентный пучок рентгеновского излучения, сравнимый по параметрам с теми, который получается на огромных синхротронах последнего поколения критической энергии порядка 50 кВт, например, европейский и СРФ Гренобль или Солей, тоже во Франции и прочие огромные машины. Вы видели, что вот ровка, которую можно обнять одному студенту, конечно, она производит впечатление, потому что выигрыш здесь по всем статьям очень значительное. Так вот, благодаря тому, что фотоны здесь в основном пакете все складываются в один такой мощный импульс, в котором сидит больше 10-15 фотонов, трудно себе представить такую цифру, но все они конкретные и все они поляризованы и направление поляризации там жестко задано. И при определенных условиях, отклонив потом электронный пучок в сторону вперед, довольно с хорошим имитностью можно видеть пучок рентгеновского излучения, который дальше может быть использован для самых медицинских применений. Медицина здесь играет решающий рот, потому что качество изобретений на кокеренном пучках могут зарастать неизмеримо, а доза снижается на 2-3 порядка при этом. Вот наладили такого типа сейчас этот метод вполне реализован. До сих пор мы привыкли к тому, чтобы получить рефракционный контраст в отличие от обычного рентгена, который мы сейчас получаем, в котором используется метод поглощения, в рефракции вся идея основана на том, что контраст получается пропорционально не плотности вещества, а его градиенту. Поэтому все изображения приобретают такой контрастный характер с резкими границами. Но конечно что достигается большой ценой нужно иметь зеркало-монохроматор, зеркало-анализатор, между которым поместить этот образец, вся установка получается громоздкая и сложная и очень дорогая. Вообще этот метод сейчас в мире очень активно развивается и для получения рентгеновских изображений в отводимых местах реализована даже трехцветная оптика, когда можно одновременно получать и фазовый контраст, в этом случае пучок расщепляется на два и проходит через образец один с изменением фазы, а второй невозмущенный. В результате здесь получается изображение связанное с изменением фазы. Потом его очень сложно реконструировать, но получается как рефракционный контраст получается сюда падает основной синтратронный пучок скользящий на это вверх. Обувь поглощения и обувь фазовый контраст с рощением измеряется одновременно. А то, что я показывал на пучке получаемых с помощью ладера, оно соответствует синтратронному методу, но делается вообще без анализатора монохроматора. поначалу были большие сомнения о том, что вообще возможно в рамках единого подхода квантовой электродинамики описать вот такие сложные явления, фотоядерные реакции по действиям инвицированным ладерным излучением. В настоящее время точно можно сказать, что ответ на это положительный. Сделать это можно, но, к сожалению, пока еще не сделано. при этом многие вопросы тоже сейчас уже как бы можно считать решенными, что такое температура плавна, какие нененные эффекты изучаются и как они зависят от различного количества большого числа всяких параметров. Тут есть фундаментальная проблема. Так и прикладные в принципе что такое волновой пакет, когда есть 15 фатонов складывают кокерентно в трехмертной шкале пока вызывают довольно много вопросов. Ну а среди применений я уже сказал, что для нас наиболее интересным кажется сейчас развитие метода связанного со скольным катерина Сидоров над пучков. что в будущее мы здесь смотрим с большим оптимизмом, но надо сказать, что когда речь идет о плазме, вспомните, сколько раз нам обещали термоядерный реактор. Кажется, что уже все близко и хорошо. И сообщение о том, недавно было совсем вчера сообщение о том, что во Франции сделан термоядерный реактор с положительным балансом энергии. Но потом всегда проходит время и все приходится изучать новые нестабильности, новые проблемы. Вот примерно в такой стадии сейчас мы и находимся. Спасибо за внимание.